Это выглядит как сцена из какого-то научно-фантастического фильма, но на самом деле это кадры с Марса, планеты, известной своим ярким ржавым цветом. Ее поверхность покрыта слоями камней и пыли, состоящими из богатых железом минералов. Вот почему пыль на Марсе в основном состоит из оксида железа, который и создает эту невероятную оранжево-красную дымку вокруг планеты. Но на Марсе есть и более удивительные вещи, например, голубые крапинки на его поверхности. Они выглядят как море-дюн шириной около 30 километров. Астронавты видели эти дюны на северной полярной шапке планеты. Этот регион занимает площадь размером со штат Техас. Голубые дюны, образованные ветрами, имеют форму длинных переплетающихся линий. Ветры на Марсе очень сильные и превращают бесплодную поверхность планеты в ландшафты величественной красоты. На них влияет множество различных факторов, например, колебания температуры, от которых зависит циркуляция атмосферы планеты. Атмосфера на Марсе разреженная. Вот почему жидкая вода, скорее всего, не может существовать там в течение длительного периода времени. И хотя Марс составляет всего половину диаметра нашей планеты, на нем столько же суши, сколько и на Земле. Разреженная атмосфера также является причиной того, что ветер должен быть сильным и быстрым, чтобы перемещать песок и формировать дюны. На Марсе ветры обычно дуют со скоростью 16-32 км в час. Хотя изображение и выглядит довольно красочным, дюны на самом деле не голубые. Голубоватые пятна представляют более холодные части, а более теплые части – желтовато-оранжевые. Изображения были частью набора фотографий, выпущенных в честь 20-летия космического корабля Одиссей, который вращается на орбите Марса. На Марсе есть много песчаных дюн. Они разбросаны по всей его поверхности. Некоторые из них сформировались миллиард лет назад, например, в регионе долины Маринер. Они не изменились, потому что и атмосферное давление, и характер ветра остались прежними. Но есть вещи, которые действительно меняются. Например, некоторые дюны покрываются инием. Здесь главная дюна имеет ряд темных узоров. Возможно, так произошло, потому что мороз приходит и уходит в зависимости от сезона. На Марсе, как и на Земле, четыре времени года, но они в два раза длиннее наших. Вот почему Марсу требуется около двух земных лет, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца. Времена года на юге планеты более суровые, чем на севере. Во время южной зимы планеты находятся дальше всего от Солнца. Марс движется довольно медленно, и его орбита эллиптическая, в отличие от почти круглой орбиты Земли. Весна на Марсе – это сезон с большим количеством пыльных бурь, которые в конце концов превращаются в огромные штормы. Они становятся настолько большими, что покрывают всю планету. У каждой планеты нашей Солнечной системы есть что-то, что делает ее особенной. Например, Юпитер более чем в два раза больше, чем все остальные планеты вместе взятые. Но также у него есть и самый большой океан в Солнечной системе. Юпитер состоит из тех же элементов, что и Солнце, гелия и водорода. В более глубоких частях атмосферы планеты температура и давление повышаются. Вот почему газообразный водород сжимается и превращается в жидкость. Поэтому океан Юпитера состоит из водорода, а не из воды. Существует также теория, что где-то на полпути к центру Юпитера давление возрастает настолько, что электроны начинают просто выдавливаться из атомов водорода. Это позволяет жидкости проводить электричество так же эффективно, как и большинству металлов. У Юпитера очень быстрое вращение, что создает электрические токи и образует сильное магнитное поле. Но как газовый гигант планета не имеет твердой поверхности. Завихрения и полосы – это холодные ветреные облака воды и аммиака. На Юпитере также есть большое красное пятно – огромный шторм с облаками малинового цвета, вращающийся против часовой стрелки. Ветры там намного быстрее, чем любой ураган на нашей планете. С течением времени большое красное пятно немного изменилось, и сейчас оно даже больше нашей планеты. Точнее, в 1,3 раза шире. Ученые обнаружили, что корни пятна уходят в атмосферу Юпитера более чем на 320 километров. Обычный тропический циклон на Земле может простираться всего на 15 километров от вершины до дна шторма. В наши дни красное пятно уменьшается в размерах, но становится выше. Также у Юпитера есть более 10 спутников и пара колец. Но в отличие от колец Сатурна, они не столь яркие и состоят из пыли, а не льда. Кроме того, под поверхностью самого большого спутника Юпитера Ганимеды есть соленый океан, который скрыт под толстой ледяной коркой. Вероятно, в нем будет больше воды, чем во всех водоемах на поверхности Земли вместе взятых. Теория гласит, что этот океан имеет длину около 100 километров. Он в 10 раз больше, чем самая глубокая точка океанов нашей планеты. Юпитер и Сатурн содержат 10 миллионов тонн драгоценных камней. Давление внутри атмосферы этих планет действительно может превращать углерод в маленькие кусочки алмазов. Если подвергнуть эти алмазы экстремальным температурам и давлению, они могут расплавиться. Это, вероятно, приведет к чему-то наподобие алмазного дождя. Вначале наша Солнечная система представляла собой просто клубящееся облако, газа и пыли. В конце концов, оно превратилось во вращающийся диск с центральной звездой посередине. Почти все планеты нашей Солнечной системы движутся вокруг Солнца против часовой стрелки. Венера – единственная планета, которая вращается по часовой стрелке. А Уран вращается на боку. Эти планеты отличаются от других, потому что давным-давно с ними столкнулись огромные астероиды и как бы сбили их с курса. Есть шанс, что когда-нибудь Венера может оказаться пригодной для жизни планетой. Однако сейчас там невозможно находиться прежде всего из-за серно-кислотных облаков и огромного атмосферного давления, которое в 90 раз превосходит земное. А еще на планете безумно высокие температуры, так что пока условия для людей на Венере не самые благоприятные. При температуре 462 градуса Венера горячее, чем Меркурий, хотя и находится дальше от Солнца. Это происходит потому, что в ее атмосфере содержится слишком много углекислого газа. Он улавливает тепло, которое заставляет температуру подниматься еще выше. Благодаря моделированию удалось выяснить, что около 700 миллионов лет назад Венера могла быть вполне приятным местом с умеренными температурами и жидкой водой. Эти условия были немного похожи на те, что мы имеем на Земле сейчас. Уран — это не газовый гигант. Он состоит изо льда. Его атмосфера содержит метан, из-за которого планета выглядит голубой. У него есть 27 спутников, два набора колец и много льда в атмосфере. День на Уране длится чуть более 17 часов. Именно столько времени требуется планете, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси. Но ее наклон настолько сильный, что большую часть времени один из полюсов направлен в сторону Солнца, и продолжительность дневного времени на Северном полюсе составляет почти полгода. Год на Уране равен 84 земным годам. Если бы вы жили здесь ближе к Северному полюсу, то могли бы наблюдать в небе Солнце 42 года. Это было бы лето. После этого Солнце зайдет, и следующие 42 года пришлось бы прожить в темноте, потому что наступила бы зима. Нептун — самый далекий, самый маленький из газовых гигантов. Гравитация на планете аналогична нашей земной. Но стоять на поверхности Нептуна невозможно, ведь это газ, а не твердая Земля. Тритон — самый большой из спутников планеты. Вращается вокруг Нептуна очень необычным образом. Он движется в противоположном направлении по отношению к остальным спутникам планеты. А еще Тритон медленно по спирали постепенно приближается к Нептуну. Через миллиарды лет он будет просто разорван гравитацией планеты и превратится в кольцо обломков, которые начнут вращаться вокруг Нептуна. Это кольцо тоже будет сближаться с планетой, пока не врежется в нее. Плутон — это карликовая планета. Год на нем длится 248 земных лет. И там есть много чего интересного. Например, явление под названием плавающие холмы. На азотных ледниках Плутона есть бесчисленные изолированные холмы, и каждая из них по несколько километров в диаметре. Скорее всего, это фрагменты водяного льда, с окружающих карликовую планету возвышенностей. Азотный лед плотнее водяного, поэтому холмы водяного льда просто плавают в море замерзшего азота, как земные айсберги в Северном Ледовитом океане.